По обучению разработан законопроект о регулировании правового статуса апартаментов. Именно апартаменты на сегодня являются одним из самых активно растущих сегментов туристической индустрии. Так, в Сочи число апартаментов превысило отметку 10 тысяч. В Дубае, одном из лидеров среди городов по количеству сервисных апартаментов, соотношение составляет один к трём, то есть на каждые три гостиничных номера приходится один апартамент. Какие нормы заложены в законопроекте? Кстати, законопроект мы решили на сайте правительства, есть возможность с ним остановиться. Какие нормы заложены в законопроекте? Первое. Семейные участки остаются в собственности государства. Второе. Право собственности на апартамент не влечет за собой возникновения гражданства, либо вида на жительство. Собственник апартамента не будет иметь возможности и право принимать участие в политической жизни Абхазии. Заложены механизмы, исключающие возможность приобретения апартаментов, лицами, представляющими угрозу для нашего государства. Необходимо менять имидж страны, устоявшегося Абхазия, место для легкого отдыха небогатого туриста, на Абхазия, место для круглогодичного отдыха состоятельного туриста. Особенность апартаментов состоит ещё и в том, что они задружены в межсезонье, в осенне-зимний период. Помимо существующих налогов, планируется ввести новый налоговый сбор, который целиком будет направлен на решение жилищных проблем наших очередников. Это позволит в течение 10-15 лет полностью решить эту проблему и начать обеспечивать жильём молодые семьи. Уважаемые друзья, уверен, что вы, целеустремлённые, обладающие знаниями и опытом предпринимателей, видите масштаб и сложность стоящих перед нами задач и мобилизуете все свои силы и возможности для эффективного их решения. Сегодня, как никогда, Родине нужно вашим инновационным решениям, ваши передовые подходы и вашу способность подтверждать в самых сложных условиях. Мы с вами должны ввести Абхазию на путь динамичного развития и процветания. Благодарю за внимание.